здорово это шамшурин это видео из серии как познакомиться и в этом видео речь пойдет о том как познакомиться на авто в авто рядом с авто ну то есть там где есть история про машину значит там начнем с того что вы в потоке допустим пробка какая-то или вы двигаетесь достаточно быстро ты видишь девушку который тебе нравится все намного проще чем ты думаешь тебе нужно просто проверить и попробовать самому у меня на канале даже есть какие-то примеры давно из качества некогда было видео где я знакомился с девушками прямо так вот из машины ты можешь их найти если сильно постараешься значит смотри вы в потоке задача обратите внимание девушки на себя то есть как бы либо надо бибикнуть либо еще на чтобы она увидела после этого ты смотришь на нее может быть слегка улыбаешься и показываешь так вот жестом опусти окно причем не с каким-то просящим жестом да именно вот так опусти окно допустим она может этого ну давай давай идеальный вариант она это делает супер она опускает ты горишь ты отлично выглядишь ли какой-то комплимент или что-то про тачкуешь суперский выглядишь я хочу с тобой минуту пообщаться остановись там на минутку как-то так если она окно не опускает я бы проявил настойчивость еще бы в потоке где-то поравнялся еще раз бы так сделать скал возможно я бы употребил и использовал ту фишку которая можно заменить вот этот момент с окном можно просто обратите внимание она смотрит ты показываешь и так ну типа круто выглядишь в этот момент как правило они начинают оттаивать если все-таки там все адекватно из психика из ее и с какими-то причинами почему она может не общаться но фишка прикольная типа особенно когда девчонок двое там и так далее после того как она опустила окно еще раз отлично выглядишь суперские я хочу с тобой поболтать буквально на минутку остановись вот там и в этот момент наверное лучше даже самому вперед объехать не надо ее там прижимать зажимать останавливать то есть и выбрать какое-то место на аварийке то есть и ты уже видишь едет она за тобой или нет если она этого не делает ли она дает какие-то возражения я тороплюсь я спешу там мне некогда я незнакомлюсь не остановлюсь с этими возражениями ты уже работаешь как по классической обычной схеме работаешь с возражениями пытаешься заинтересовать это все делается быстро потому что здесь поток но так или иначе ты не представляешь как это просто когда она остановится но это будет так же как при любом другом знакомстве там допустим 50 на 50 может быть даже там 60 на 40 что она все-таки остановится ты выходишь из машины ты подходишь к ее машине и если это не трасса москва-челябинск в 25 километр а ты не мужик с лопатой и не ночь то у нее нет причин не выйти если не льет ливень ты говоришь она пускает окно кстати я в эти моменты начинаю сочувствовать работников дпс потому что они нихрена не слышат что ты им говоришь вот отсюда типа особенно так да ну вот ничего не имею за против работников дпс ничего не имею за работников дпс я считаю что это отдельная тема когда-нибудь расскажу как с ними общаться то есть когда ты на позитиве и когда ты любого гаишника можешь нормально разговаривать но суть не в этом то есть ты подходишь к машине ты поговоришь ей выйди на секундочку пообщаемся и опять же то есть тут надо просто себе разрешить это произносить и ты удивишься насколько будет хороший ответ вот и все то есть вы выходите общаетесь на улице ты берешь телефон все вы прощаетесь обнял я посадил в тачку поехал дальше она может давать возражение что я не выведу ли что-то еще но опять же твоя святая обязанность эти возражения обработать хоть как-то понимаешь какие еще бывают ситуации допустим на автозаправке ну там все очень просто если она заправляется ты подошел и говоришь слушай или она уже уезжает ты говоришь я хочу чтобы ты классная там офигенно выглядишь что-то из горлом и я хочу с тобой пообщаться давай вот там он в сторонке сейчас припаркуемся на пару минут все какая бы там ни была ситуация ничего не должно тебя смущать либо ты заправляешься она идет мимо ты оставил шланг подошел сказал и скажешь слушай ты очень понравилось буквально минуту там подожди меня сейчас дозаправлюсь и тебя догоню если она ведь я тороплюсь там прям не в какую-то их тогда давай телефон прочее 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 это это максимально просто и легко не так как думал раньше допустим смотри если ты на машине она стоит на остановке или где-то там стоит ждет автобус там такси и так далее какие бывают ошибки когда некоторые мужчины начинают просто опускать окно и из машины что-то говорить там типа это неправильно потому что во первых это плохо слышно во вторых она думает что что такое где уважение что он даже решил не выходить из тачки а в третьих она может понять что ты настолько сциклив что для тебя выйти из машины это вот прям реально целая проблема понимаешь так делать не нужно поэтому я бы рекомендовал допустим выйти подойти к дней как мы раньше всегда и делали мы выбегали у меня был такой период жизни когда мы с моим другом мишей ехали на машине например то на его то на мои видели красивую девушку идущую по улице прямо так останавливали так вот с обеих сторон выбегали кто быстрее ну понятно что мы вы конечно там друг другу уступили но это выглядело достаточно забавно не надо там сигналить ни в коем случае я вообще не понимаю искренне этих дебилов которые едут мимо красивой девушки вот которая там стоит вид то есть что это ты оценил попытался заиграть с ней что ну то есть как бы зачем это или там вот это тоже делать не нужно также я бы не рекомендовал попытаться ее там подкупать тем что там предлагать ей подвести ее если тебе по кайфу если у тебя есть время если там мы охренительная девчонка если она классно реагирует если она культурная вежливая они сама горит а ты меня не подвезешь если бы сама сказала никогда бы уже не повез ты в этот момент думаешь блин но мне все равно по пути окей погнали то есть ты в это время болтаешь как бы вы экономите время где я просто спешу я сейчас тогда вызову такси уеду но во всех остальных случаях специально пытаться предложить и подвести не нужно это уже как бы подкуп и попытка заинтересовать не собой как личностью а вот этими своими какими-то ресурсами если такой случай когда ты пешком и она садится в машину на парковке особенность это дорогая машина то парню сильно боятся допустим она садится машину подходишь к машине вот так тоже не надо там стучать стекло не дай бог ничего ну я бы не рекомендовал просто если не слышит что один раз можно так сделать показывающие с улыбкой опусти окно напускаешь привет ты охрененно выглядишь подожди это важно не уезжай что-то из горла мы ну и так далее то есть открываешь ее таким образом потом пытаешься вытащить ее из машины не через окно конечно да то есть ты говоришь я буквально на секунду слушай ну так неудобно мне так неудобно общаться ты сидишь я стою выйди пожалуйста на секунду то есть не забывай там транслировать то что ты мужик и тебе хочется так общаться как тебе удобно и выходит там уже с ней опять же во всех этих случаях могут быть возражения или отказы работой с ними мы сейчас об этом не говорим допустим ты на машине она на автобусе там и так далее то есть разные бывают ситуации у меня была такая ситуация с моим знакомым леней который ехал на джипаре остановил трамвай вот так вот троллейбус вернее но это такое же быдло хамство скажем потому что девушка которым улыбался и он там что-то показывал ей типа выйди остановись там и так далее она не выходила он прям подошелся и там познакомился но наверное все таки если есть такой момент что ты едешь и она там где-то в потоке на трамвайчике ты пытаешься это обратить внимание и поговорить типа ну как-то жестами показать что ты скоро выходишь давай на следующий но если сидят рядом люди опять же это может быть чревато тем что девушка где-то будет скромно себя вести может может быть она будет себя вести несколько более сдержанно чем если бы она там сидела одна поверь мне так то есть такое часто встречается но вот это основное наверное самое распространенное это когда либо она стоит а ты едешь мимо либо когда ты едешь в потоке здесь важно себе разрешить здесь важно понять что блин ничего такого в том что ты это говоришь потому что пока ты боишься туда даже слова сказать ничего не изменится и у тебя есть отличная возможность с третьего числа стартует десятидневный практический онлайн марафон не требующий специально большого количества времени в твоей жизни то есть ты будешь просто заниматься своей обычной жизнью мы туда внедрим определенные практики знакомств и удивишься насколько же это легко ты потом подумаешь каким же я был дебилом что я так давно и долго собирался продажи открываются с 31 всего три дня три чтобы ты успел забронировать место и места ограничены чтобы там оказались только те люди которых мы хотим там видеть которые там должны быть а в последний момент когда люди впрыгивают это уже немножечко не то ссылка здесь под этим видео там все подробности кстати там же есть примеры знакомств с девушками свежие новые два подхода которых нигде никогда не было ты можешь посмотреть как ты научишься знакомиться на моем марафоне все пока